Грам Шриман Бхагаватам петь 6 глава 10 битва полубогов с Фритрасурой текст из 29 по 33 перевод стихов Осознав свое бессилие, лишенные преданности Кришны, Верховному Господу, асыры впали в уныние и утратили свой боевой пыл. Битва еще не успела разогреться, а они, обуреваемые страхом перед врагом, бросили своего предводителя одного на поле боя и обратились в бегство. Видя, что войско его разбито и что даже самые храбрые из демонов в панике бегут с поля боя, мудрец среди героев Вритрасура с улыбкой окликнул их. Речи героя из героев Вритрасуры полностью соответствовали моменту, обстоятельствам и его собственному положению, и потому не могли не восхитить глубокомысленных людей. Он окликнул самых доблестных из демонов. О Випрочити! О Намучи! О Пулама! О Майя! О Анарва! О Шамбара! Остановитесь же и послушайте меня! Вритрасура сказал, всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете еще не удавалось избежать этой участи. Бессмертие просто не входит в планы проведения, а потому, сознавая неизбежность своей кончины, кто же откажется умереть достойной смертью, которая не только откроет ему путь на райские планеты, но и прославит в веках его имя. Есть две разновидности славной смерти, и обе они крайне редки. Первой умирают те, кто занимается мистической йогой, особенно бхакти-йогой, позволяющие обуздать ум и жизненную силу и умереть с мыслями о Верховной Личности Бога. Второй вид смерти – встреча в бою, ведя за собой войско и не показывая спину врагу. Шастры называют и ту, и другую смерть славной. Так заканчивается комментарий Бхакти-Виданты к 10 главе Гран-Шримад-Бхагаватам 6-й песни, которая называется «Битва полубогов с Фритрасурой». Комментарий его божественной милости Шри Шримада-Аче Бхакти-Виданты с вами Парупады. Только последний глупец откажется от славной смерти, которая даст ему возможность не только вознестись на высшие планетные системы, но и навеки остаться в памяти людей. Аналогичный совет дал Кришна Арджуне. Дорогой Арджуна, сказал Господь, не уклоняйся от битвы, победив в ней ты завоюешь целое царство, а погибнув попадешь на райские планеты. Поэтому, чтобы подготовиться к смерти, нужно жить так, чтобы она застала нас за славными делами. Достойному человеку не к лицу умирать, как умирают кошки или собаки. Итак, вернемся к нашей теме, к квалификации. То, что Шастра называет термином Адхикара. Есть такая история, как к одному из духовных учителей, Вайшнауф. Он был женатым человеком, у него было несколько детей. И он жил в одной из деревень. Его звали Виджаэм Риттю, что означает «Вся слава смерти». Очень удивительное имя для Вайшнава. Виджаэм Риттю. «Вся слава смерти». И люди побаивались его из-за его имени. И он был такой, по нраву своему, очень резкий человек. Но славился своей мягкостью. Но мягкостью он славился только среди своих непосредственно учеников. Но все окружающие люди считали его очень жестким человеком. Более жестким, чем все остальные. И никак не могли понять, в чем его слава. Почему столько много молодых людей из города, даже дети браманов, царей, обучались у него. И очень великие личности приезжали именно к этому духовному учителю и предлагали ему своих детей, сыновей. Для жителей деревни и для многих других людей это было как-то непонятным. Такой жесткий человек, еще с таким очень опасным именем. «Вся слава смерти». И в один из дней один путник остановился в его доме. И он узнал об этом человеке. Этот духовный учитель был очень грубый. Но иногда он видел, что он очень нежно разговаривает с своими учениками. Смеется с ними. И как только он отходил от учеников, с женой он был очень груб, очень жесток. С детьми был очень груб и жестко разговаривал. Но как только с учениками, вообще как-то менялся. Обнимал их, смеялся с ними, журил. Они что-то ему рассказывали наперебой. Как только он отходил от учеников, все это был грубой человек. Очень жесткий, грубый человек. И этот путник он стал рассматривать и подумал, в чем же слава этого человека. Я очень много о нем слышал. Теперь я в его доме. Я стал за ним наблюдать. И в один из вечеров к нему постучались. Жена открыла и спросили. «Примите наши почтительные поклоны. Это дом Виджа Амрити». Она сказала, да. «Я сын такого-то, такого-то брамана, бандита. Я могу с ним увидеться». Она сказала, конечно, мы слышали о вашем отце столько много. И она закричала. «Виджа Амрити, иди сюда. Тут отпрыск великой личности пришел к тебе». И он спустился и посмотрел так на него. И он сказал, «Чего тебе надо?» Сказал, очень грубо. «Чего тебе надо?» Этот молодой человек поклонился, сделал дондоватый и сказал, «О, великий мастер, о, великий учитель, я бы хотел изучать под вашим руководством писание». Учитель засмеялся и сказал, «Пшел вон, пес!» И ушел. И жена, она всегда боялась перечить своего мужа. Он был очень жесток с женой. Очень жестким с детьми. И жена, она не знала, куда деться. Такой человек великий. Его сын пришел. И она испытывала такое недовольствие. Ей было так стыдно за своего мужа. Знаете, иногда ученикам очень стыдно за гуру. Или стыдно за какой-то ситуацией перед гуру, наоборот. Она так же была. Когда человек неквалифицирован, он всегда стыдится, что гуру там не так что-то сказал. Или стыдится перед гуру, что люди там себя не так повели. Извиняются либо за свою гуру. «Вы извините, он же гуру, так сказать». Или наоборот, перед гуру извиняются. «Вы извините, пожалуйста». А ничего, это сволочи все. Ни черта не понимают. И она тоже испытывала такой дискомфорт внутренний. И она сказала, «Дорогой господин, извините меня, пожалуйста. Я глупая женщина». Объясните мне, пожалуйста. Я не хочу, чтобы вы оправдывались. Просто я хочу так же мудрости. Объясните, почему вы так обошлись с этим человеком. Потому что он хуже собаки, сказал учитель. «Как? Он же пришел под вашим руководством изучать Писание». Он рассмеялся опять и сказал. «Они приходят изучать Писание только для того, чтобы ими прикрывать свои недостатки. Поэтому они хуже псов». Жена что-то поняла, что-то не поняла. Дальше. И этот человек, он подумал, жесткая личность, очень жесткая. В следующий раз опять постучались. Здесь живет, здесь. Сын царя стоял. Стоял. И сын царя сказал. «О, великая личность, о, Магараджа, я бы хотел обучиться у тебя, как служить человечеству». И жена тут залебезила. «О, сын царя, ой-ой-ой, давай носить все эти ватрушки всякие». И Джамрити на него посмотрел и сказал. «Иди отсюда, глупец». И дверь прям перед носом закрыл. «Ой, жена, давай сетуй». «Ай-ой-ой, ты что ты сделал? Ну все, нам хана теперь всем». Он сказал. «Как может служить человечеству тот, кто себя не осознает?» И на следующий раз постучали опять в дверь. И там стоял такой весь в руанье человек с поникшей головой. И он сказал. «Простите меня, уважаемый, я очень невежественный человек. Очень завистливый, гордый, похотливый, жадный. Я в таком невежестве пребываю. Не могли бы вы срубить мое ложное эго? Я бы хотел, чтобы вы избавили меня от невежества». И жена так вся зажмурилась. Думает. «Ну сейчас он начнет». И человек этот, который был свидетелем всего, он тоже так будет. «Ну все, сейчас он его стукнет, наверное». И учитель вдруг заулыбался. Глаза его просияли такой мягкостью, нежностью, любовью. Он обнял его и сказал. «Я так давно ждал такого ученика. Заходи». И стал служить ему. «Итак, квалификация не в том, что мы великие, в том, что мы знаем Писание, чтобы здорово выкручиваться из разных ситуаций шастрами. Квалификация не в том, что у нас очень большое благотворительное сердце. Адхикара, Каништха Адхикари, это тот, кто понял, что он в глубочайшем невежестве, эгоистичный, похотливый, обманщик и гордец. Это называется Каништха. С этого момента человек начинает искать прибежище у гуру. Именно с этого момента человек начинает осознавать положение возвышенных личностей. Именно с этого. И ни с какого другого. Об этом описывает Рупуга с вами. Что только такой человек квалифицирован стать учеником. Кто видит все эти, увидел. В процессе долгих исканий он увидел всю свою подлую, эгоистическую, гордую, похотливую, завистливую природу. И понимает, что причиной всего этого является невежество. И именно поэтому такой эгоизм. Поэтому человек пытается избавиться от невежества. Есть только два пути. Один путь называется невежеством, а другой путь знания. Один порабощает живое существо, а другой освобождает. Через что же порабощается живое существо? Через невежество. Через что же оно возвышается? Через знания. Итак, квалификации человек достигает через многие долгие годы очищения. Вот почему так важно пройти начальные этапы очищения под руководством. Ибо человек похотлив, горд, глуп, самодоволен, самонадеян, невежественен, одним словом. И поэтому он мнит себя таким возвышенным, умным. Он говорит, вы не понимаете. Он приходит к авторитету и говорит, вы не понимаете. Очень часто мы слышим эти слова и эти мысли. Когда человек приходит и говорит, что он вам служит. И говорит, вы не понимаете. Вы меня не поняли. Вы не понимаете. Он не понимает, он не понял. Он мой авторитет, но он не понимает, он не понял. Он очень жесткий. Он очень грубый. Видимо мы задели его уложняк. Атмаван монетой джагад, говорится. Каждый думает о другом, какой сам. И так человек не может понять положение духовного представителя. И поэтому он не квалифицирован. Поэтому он хочет изучать Писание. Бегает за браманами, чтобы изучать шастры. Чтобы стать еще более образованным. Ему кажется, что он станет более образованным. Я иногда делаю такие эксперименты. Смотрю, кто себя считает образованным. Очень возвышенным. И предоставляется возможность кому-то чему-то обучаться. Одним предоставляется возможность избавиться от невежества. И в частности от ложного эго. И есть такой браман, который может избавлять от этого. Какой-то лидер. Или какой-то авторитет. Другой может обучать Писанием. А третий такой хороший. Благотворительность. Надо вот там людям раздавать и раздавать. Надо их спасать и спасать. Надо служить человечеству. И можно смотреть, кто о себе какого мнения. Кто квалифицирован. Кто наконец-то стал учеником из всех окружающих. И каким путем они идут. Потому что таким путем именно такого мнения они о себе. Едва ли найдешь единицы таких личностей, которые поняли этот путь. Едва ли. Все в основном великие. Приходят в основном великие. Великие ученые. И великие личности. Великие личности, которые служат человечеству. Несомненно. Величайшие личности. Но квалифицированных приходят такие единицы. И так в ретросура описывается. Казалось бы демон. Но такая слава в ретросуру покрыла. Ретросура так квалифицирован. Аиндра так не квалифицирован. Один царь демонов. А другой царь полубогов. И то и другое положение материально. Но в духовном отношении царь демонов был куда больше от хикарий. Чем царь полубогов. Вот в чем разница между духовной квалификацией и мирской квалификацией. Тонкой и грубой. Что в ретросура был куда более продвинут в духовной науке. Чем даже кто? Царь полубогов. Вот так нам иногда и кажется, что какая-то личность, которая по нашему мнению такая демоничная, может быть вполне вероятно, но она может быть так глубоко продвинута в духовной жизни. Как Випхишина. Как Випхишина, которому родной брат Раваны. И когда Равана стала ему говорить, похоже ты симпатизируешь этим вайшнавам. Похоже симпатизируешь Рамачандре. Иди и сражайся с ним, иначе я тебя убью. Собственными руками. И Випхишина сказал, лучше пусть меня убьют полубоги, или пусть меня убьет сам Господь. По крайней мере, это будет славная смерть. Но если убьешь меня ты, ой-ой-ой. Так что я побежал сражаться. Випхишина был тоже очень квалифицирован. Он различал, в чем слава смерти. Великая слава. Виджаэм риттю. Слава этой смерти в чем? В квалификации. Смерть. Это очень высокий уровень квалификации нужно иметь, чтобы понять, что такое смерть. И каково отношение к смерти должно быть. И Врупада говорит, они все умирают, подобно свиньям, собакам и кошкам. И никто из них не знает в неведении, какова смерть славная. Как у Дюма в железной маске есть упоминание этих трех мушкетеров. Помните, да? Атос, Портос, Арамейс. И Портос говорит. Железная маска, слышали, да? Там два близнеца было одного. И там я вспомнил сразу. Портос там говорил. Они были воинами, такие кшатри, рыцарями, мушкетеры. И Портос там сказал, когда нужно было погибать, они уже стали старые. Там в железной маске сколько? Двадцать лет спустя или сколько там? Двадцать лет спустя. Они уже там за пятьдесятым. Они уже обросли жирком. Обросли разными там отношениями. Ну, уже такие. И тут опять завязалась вся эта история. В общем, где надо было рисковать жизнью. Вопрос чести, смерти и так далее. И их там вдохновляли погибнуть. И когда они только услышали, что можно где-то погибнуть, там королевские войска были. Они все уже были с мушкетами. Были две категории мушкетеров. Одни на мечах дрались, а другие стреляли. И превосходящая сила их было четверо. Этих мушкетеров. Вот эти три мушкетера и этот, как его там, Д'Артаньян. А тех было очень много. Где-то несколько сот было. И когда они узнали, что им можно сразиться с несколькими сотами вооруженными огнестрельным оружием. На этих шпагах. Они очень взволновались. Такой радость. И они так на свое тело, на живот, так потрясли свой живот. У каждого был уже живот. И сказали, эх, елки. Это пузо нарастилось. Из-за чего? Потому что негде рисковать. Негде рисковать. И они так. И я почему-то вспомню. Портос одну сказал такое выражение. Он говорит. Каждый говорил. Ну кто? Ты будешь сражаться? Каждый спрашивал. Ты будешь сражаться? Да. А ты будешь сражаться? Да. А ты будешь сражаться? Да. Его спрашивают. Ты будешь сражаться? Он говорит. Лучше умереть в луже крови, чем умереть в старости, В луже мочи и кала И в Багаватам описывается Смерть Старости Когда боль Потоки воздуха Горло подступает слизь Родственники стянают Человек начинает хвататься за жизнь Всякими любыми способами Воздух пытается схватить Начинает дергаться В этот момент все мышцы Расслабляются И он испускает Кал и мочу И выдает звуки Хрипит Этот хрип переполняет слизью Род Это не так как в кино В жизни по другому люди умирают Если кто-то видел Они начинают задыхаться И все И обделываются И такая смерть в шастрах Нигде не описывается как славная смерть Наоборот Народа описывает Такую смерть Говорит вот Как она Ужасна И люди Не зная Не находясь В квалифицированном состоянии Они несомненно Шудры И всякие вайши Мечтают о какой смерти Именно о такой О спокойной смерти В кругу Своей бараньей семьи Но браманы И кшатри Совершенно по другому Они мечтают Совершенно о другой смерти Они не хотят умирать В луже мочи И кала Поэтому одни умирают В полном сознании Кришны А другие умирают В бою Умирают в бою Храбро бросаясь На врага И в ретроссора Здесь Исключительно Квалифицированные Дают советы Своим Друзьям Или своим Военачальникам В этом говорится Геройство мужчин Не в том Что они стремятся Помереть Как свиньи А они всегда Стремятся Умереть На поле боя Или в полном Сознании Кришны Чтобы достигнуть Этого состояния Полного сознания Кришны Человек должен Избавиться Несомненно От невежества В любом случае В чем же Невежество Это привязанность К жизни Привязанность К жизни В чем же Слава жизни Слава жизни Только в одном Что человек Подготовился К славной смерти И так Как говорится Чтобы понять Искусство смерти Человек должен Понять Искусство жизни В чем же Искусство жизни Подготовить себя К славной Смерти Об этом Описывается В Бхагавадгите Об этом Описывается Весь Шримад Бхагаватом Об этом Вся читание Черита Амрита Вся Ведическая литература И все религии Говорят только Об одних Видах смерти Это смерть В бою И смерть В сознании Бога Поэтому Говорится И содрогнулись Они в ужасе Ибо даже На кресте Он кричал Аллахи Аллахи И роптали Многие Почему Перед смертью Взывает Он К Всевышнему Почему Не молит О чем О каком бы Состоянии Бытия Не думал Человек В момент Смерти Такого Состояния Бытия Он достигает Несомненно И В шастрах Описываются Только эти Две Разновидности И поэтому Шила Парупада Приводит Пример Он говорит Что каждый Человек Должен Как Арджуна Быть И как Махарадж Парикшит Махарадж Парикшит Покинул Тело В полном Сознании Кришны Хотя он Тоже был царем А Арджуна Также Покинул Тело В полном Сознании Кришны И Парупада Здесь Упоминает Какие наставления Дает ему Кришна Что иди И погибни В бою А если не погибнешь То завоюешь Царство А если погибнешь Вознесешься На ослепительную Планету Солнца И Кришна Говорит об этом О славной Смерти Славная Смерть Ты останешься В памяти Людей Как великий Герой Или Ты станешь Великим Героем При жизни Итак Вретра Сура Очень Квалифицирован Поскольку Он различает Две Эти Славные Смерти Одна Слава Мирская А другая Слава Какая Духовная Духовная Одна Слава Мирская И одна Духовная Лучшей Мирской Славой Самой Лучшей Мирской Славой Является Слава Погибнуть На поле Боя Это Самая Лучшая Из всех Славы Из любой Славы Мирской Это Верх Совершенства Такой Смерти В материальном мире И преследуя Какие-то Материальные Цели Даже Это Погибнуть В бою И Самой Высшей Славой Из всех Является Слава В сознании Кришны Когда Человек Умирает В сознании Кришны То есть На битве Так же Битва Как сказал Один из Военачальников Видя Брамана Который Входил В костер Сам Входил В костер И в этот Момент Повторял Ом Нарай Нанама Ом Нарай Нанама И когда Он увидел Такого Брамана Он был В шоке Он хотел Убить Этого Брамана За то Что тот Не соглашался Стать Его Министром И этот Браман Вошел В костер Сам С этими Словами Ом Нарай Нанама И этот Военачальник Царь Он был В шоке Он повернулся И сказал Своим Солдатам Я всю Жизнь Сражался С царями И сейчас Только увидел Бессмысленность Такого Сражения А этот Человек Сражался Со смертью Всю Жизнь Сражался Со смертью А я Всю Жизнь Сражался С царями Какими-то И он Сказал Воистину Его слава Куда более Великая Чем моя И когда тот Человек Вошел В костер Он снял С себя С доспехи Отказался От всех Военных Походов И ушел В Гималайи Он понял Что всю Жизнь Он пытался Кого-то Победить Но только Не Смерть Итак Вритрасура Говорит Об этих Удивительных Вещах Хотя Он Демон Индра Ищет Как победить Как не Умереть А Вритрасура Ищет Достойной Смерти И он Говорит О двух Видах Достойной Смерти Потому что Умереть Придется Все равно И Индра О смерти Не думает Индра Думает О чем О счастливой Жизни Это называется Рага Клеши Желание Мирского Счастья И Способы Мирские Способы Достижения Этого Мирского Счастья Поэтому мы видим Как люди Говорят Мы хотим Идти на работу Нам тяжело Жить в храме Нам тяжело Исполнить Наставление Духовного Учителя А кто-то Глупо И неквалифицированно Говорит Ой какой Смиренный Мы видели Ой прямо Такие Улан-Удэ Смиренные Этот человек Никогда не хочет Исполнить волю Духовного Учителя Потому что Он трус И поэтому Шрил Прабхупада Говорит Управлять Обществом Может только Храбрый Человек Это первое Качество Который хочет Только Двух Видов Смерти Или Смерть Сознания Кришны Или Смерть На поле Боя Только Такой Человек Воистину Смиренен Прабхупада Говорит Поэтому Их называли Духовные Войны И поэтому Бхагдитиртха Махараш Пытается Или пытался Объяснить это людям Именно через эту Позицию Воин Что же воин Воин не умирает В луже мочи И в кала Две только Смерти Существуют Славные Смерти Смерть на поле Боя И смерть В сознании Кришны И так Говорится Неквалифицированные Личности Они Сентименталисты Они смотрят На глазки На щечки На какое-то Смирение И эти Так называемые Смиренные Люди Просто Глупцы И негодяи Поэтому Прабхупада Говорил Особый Конек Негодяев Это их Ложное Смирение Внешнее Потому что Они не смиренные Они негодяи И Кришна Говорил Я никогда Не появляюсь Перед глупцами И негодяями Никогда Я появляюсь Только Перед такими Личностями Потому что К одним Я прихожу Как наказание А к другим Как слава И освобождение К воинам Я прихожу Смерть Для них Это слава Великая И вознесение На райские планеты А если Они еще И преданные То я Для них Прихожу Как Освобождение Они больше Никогда Не рождаются Больше Вот почему Две высшие Касты Прославляли Смерть Величие Смерти Прославляли Потому что Их жизнь Была Велика Вся жизнь Была В подготовке К чему К смерти Какой К достойной Смерти Поэтому Они не искали Никаких Эликсиров Молодости Или что-то еще Поэтому Прупада Говорит Кшатры Искали Битвы Достойно Чтобы Умереть А Браманы Искали Самосохранение Только Для одного Что Чтобы Достигнуть Сознания Правильного Сознания При котором Они могут Покинуть Тело Итак Шатры Все указывают На эту Жизнь Что Жизнь Человеку Дана Для Достойной Смерти Поэтому Также Вы Помните Как Я Рассказывал Что Для меня Лично Самым Большим Огромным Вдохновлением Было Именно Это Когда Один Из Поэтов Великих Он Сказал Что Если Все равно Человеку Суждено Умереть Не Лучше Ли Умереть Преследуя Самую Высокую Цель Тогда Смерть Оправдана Но Преследовать Какие-то Низменные Цели Которые Доступны Кошкам Собакам И Свиньям Это Семейное Счастье Или Умереть Где-то За плащ За Какой-то Там Или За Какую-то Пьяную Драку В кабаке Это Надо Быть Правда На самом Деле Негодяем Свиньей Вот Почему Этот Гуру Он Выгнал Потому что Никто Из них Не Понимал Ничего Чему Нужно Обучиться Для Чего Существует Учитель Чтобы Обучить Человека Достойной Смерти А Достойная Смерть Будет Только От Достойной Жизни Когда Человек Всю Жизнь Обучается Как Умереть И Пропада Говорит Наука Смерти Выражается В науке Жизни Жизнь Происходит Из Жизни Через Смерть И Эта Маленькая Книжка Шрилы Пропитана Таким Глубочайшим Смыслом Жизнь Происходит Только Из Жизни А между Ними Должна Стоять Что Смерть Но Тот Кто Не Знает И Не Живет Ради Вечной Жизни Уже Что Мертв Это Лишь Дело Времени Итак Вритрасура Очень Квалифицированная Личность И говорится Разум Проявляется Квалификация В способности Оценить Такие Величайшие Наставления Вот почему В Багаватам Махабхарате Описываются Великие Герои Великие Герои И Арджуна Как кшатрия Несомненно Глазами кшатрии Рассматривал Курукшетру И он Поэтому Называет Великими Героями Тех Даже Демонов Которые Стояли Там На той Стороне Почему Он Называет Великими Героями Потому Что Они Ищут В битве Смерти Они Не Ищут Где-то Просто Лежать Там Умереть Возле Телевизора Хватаясь За свою Жену И детей За кошельки За свои Вот Почему Арджуна Говорит Что Они Великие Личности И Кришна Понимает Это Не Было Проявлением Какой-то Глупости Или Чего-то Но Он Говорит Об Их Каком Величии Мирском Единственное Почему Кришна Отвергает Концепцию Арджуны Он Понимает Почему Арджуна Говорит О Их Величии Это Так В Материальном Отношении Они Величайшие Личности Но В Духовном Нет И Он Говорит Они Просто Думают Что Нет Ничего Превыше Этого Они Просто Опять Что В Невежестве Даже Что Они Такие Великие Личности Среди Всех Остальных Они Все Равно В Невежестве Потому Что Самые Высшие Планеты Сатти Лока И Самые Низшие Тапа Лока Все Это Места Где Постоянно Повторяются Рождение И Смерти Так Есть Смысл Преследовать Такую Смерть Хотя Она Лучше Кошка И Собака Но Она Точно Так Ж Материально Поэтому Кришна Говорит Отвергни Такой Вид Смерти Такую Цель В Этой Битве Действуй Для Моего Удовлетворения В Сознании Кришны Действуй Для Моего Удовлетворения Сражайся Там И С Теми Где Я Тебе Говорю Такая Смерть Даже Если Ты Погибнешь Вознесет Тебя В Мою Обитель В Мою Вечную Обитель Поэтому Шилы Прупада Говорит Проповедник Или Воин Сознания Кришны Должен Умереть На поприще Служения А не На работе И не В кругу Какой-то Семьи Непонятной Он Должен Умереть В Проповеди Что-то Смерть Его Должна Застегнуть В Служении Что Значит Служение Он Что-то Делал Чтобы Удовлетворить Кришну И в этот Момент Его Застала Смерть Такая Смерть Самая Славная Для Преданного И поэтому Рупага С вами Говорит Что Медитация На служение Приравнивается К медитации На лотосные Стопы Шри Кришны И тот Кто умирает Таким образом Исполняя Служение Даже Если В этот Момент Он Не думал О стопах А думал Как Сделать Это Он Возвращается В Духовный Мир И поэтому Парупада Показал Этот Урок Сам Как Он Во Вриндаване Лежа Не способный Двигаться Что Он Делал Проповедовал Проповедовал Он Не Беспокоился О Детях О Семье Что О Чего Он Проповедовал Он Рассказывал Шриман Багаватам Он Продолжал Им Проповедовать В этом Состоянии Чтобы Показать Им Как Должны Они Умирать Славная Смерть Еще Более Славная Но Трусливые Эти Личности Которые Просто Лишены Разума Лишены Знания Они Всегда Совершают Великие Путешествия Рискуют Деньгами Жизнью Чтобы Спросить Можно я Не буду Служить Можно я Пойду Вот там Делать Мне так Тяжело Мне трудно А кто Сказал Что Будет Легко Кто Ищет Славных Трудностей Даже Женщина Которая Была Такой Хрупкой Кунти Царица Которая Всегда Жила Во дворце Что Она Ищет Трудности Она Идет Со Своими Сыновьями На 14 Лет В изгнание Лазит Своих Хрупких Ножках Нежной Кожей По Всяким Горам Долам Спит На Камнях В пещерах Болеет Только Для того Чтобы Славно Что Достойной Смертью Кшатрине Такая Изнеженная Личность Имеет Такую Квалификацию Потому Что Она Преданная И Она Царица Она Не Какая Шудрянка Она Царица Она Разделяет Участь Своих Сыновей Царевичей Своего Мужа И Она Пытается Достигнуть Этого Состояния Сознания Кришны Пропадов Всегда Говорил Если Сердце Человека Не Восхищается Не Откликается На Услышанное Или Рассказанное Или Прочитанное В этих Великих Произведениях Значит Человек Просто Негодяй Говорится Что Он Глуп Невоздержан Завислив И горд Если Его Сердце Никак Не Реагирует На Истории Таких Величайших Личностей Значит У него Огромные Преогромные Проблемы Если Он Не Хочет Пройти Этот Путь И Мы Видим Что В Кали Югу Мало Кого Можно Удивить Этими Историями Их Сердца Не Вдохновляются Вдохновляются Лишь Их Чувства Эмоции Но Разум Остается Глух Они Не Начинают Так Действовать Поэтому Они Сидят Как Сентиментальные Женщины Рыдают Смотря Какие То Фильмы Читая Книжки Но Жизнь Их Так И Не Меняется Они Поплачут И Все И На Этом Все Заканчивается Потом Они Опять Приходят С Едиными Словами Как Там Жены Как Там Дети Никто Не Приходит Как Сразиться Дайте Мне Поле Деятельности Дайте Мне Поле Битвы Они Не Ищут Поле Битвы Где Они Могут Достойную Жизнь Прожить Они Всегда Ищут Всякую Ерунду И Как Пропада Говорил Собака Всегда Возвращается На Место Своей Блевотины Поэтому Их Никогда Не Покрывает Таких Воинов Никакой Славы Они Не Войны И Поэтому Вритрасура Кричал Куда Вы Побежали Куда Вы Побежали Чего Вы Там Испугались И Здесь Описывается Осознав Своё Бессилие Лишённые Преданности Кришны Верховной Личности Бога Асуры Впали В уныние И Утратили Свой Боевой Пыл Битва Ещё Не Успела Разгореться А Они Обуреваемые Страхом Перед Врагом Бросили Своего Предводителя Одного На поле Боя И Обратились В бегство Видя Что войско Его Разбито Уже Они Просто Бежали И он Понял Что Оно Уже Разбито Это Было Лишь Дело Времени Всё Они Уже Умерли Они Уже Были Мертвы Это Лишь Было Дело Времени Когда Человек Отказывается Он Уже Сдох Поэтому Пропада Говорил Тот Кто Отказывается Тот Уже Совершает Самоубийство А Самоубийство Не Поощряется Никем Вот Почему Такая Смерть Не Является Славной Потому Что Это Уже Смерть Времени Лишь Видя Что Войско Его Даже Самые Храбрые Из Демонов В Панике Вбегут С поля Боя Мудрец Среди Героев Ритросура С улыбкой Окликнул Их Речи Героя Из Героев Ритросуры Полностью Соответствовали Моменту Обстоятельствам И его Собственному Положению И потому Не могли Не восхитить Глубоком Глубокомысленных Людей Он Окликнул Самых Доблестных Из Демонов О Випрочитти О Намучи О Пушлама О Майя О Анарва О Шамбара Остановитесь Же И Послушайте Меня Вритросура Сказал Всем Родившимся В этом Мире Суждено Умереть Никому На свете Еще Не удалось Избежать Этой Участи Бессмертие Просто Не входит В планы Проведения А потому Сознавая Неизбежность Своей Кончины Кто Же Откажется Умереть Достойной Смертью Которая Не только Откроет Ему Путь На райские Планеты Но и Прославит Во все Века Его Имя Есть Две Разновидности Славной Смерти И Обе Они Крайне Редки Первое Умирают Те Кто Занимался Мистической Йогой Особенно Бхакти Йогой Позволяющей Обуздать Ум И Жизненную Силу И Умереть Смыслью О Верховной Личности Бога Второй Вид Смерти Встречают В бою Введя За собой Войска И Не Показывая Спину Врагу Шастры Называют И ту И Другую Смерть Славной Пожалуйста Вопрос Я не знаю Что за Вопрос Какой Такой Человек А ты Не Понимаешь А о ком Ты говоришь А такой Человек Да Конечно Он понимает Что надо Быть Осторожен Дворец Ради Бхагавадгита Жизнь Ради Бхагавадгита Несомненно Все же Конечно Только Стремятся К самосохранению Ради Сознания Кришны Несомненно Поэтому Врит Расуре Говорит Такие Смерти Очень Редки Очень Редки Потому что Все как раз Боятся попасть Под машину То боятся Мало ли что Там где-то А вдруг Там что-то Такое Вдруг Кака болезнь Паразит Да Поэтому Если Все равно Вам Сдохнет Сдохните Хотя бы В сознании Кришны Или Делая Что-то Важное Для Самой Великой Цели Чем Бегать Тут Смиренными И Восхищать Публику Тупую Этих Тупцов И глупцов Которые Начитались Книжек Научных Чтобы Прикрывать Свой Срам Фиговыми Листами Закрылись Просто От жизни Хотят Подражать Таким же Подобные С собакам Поэтому Он сказал С собаки Пшли вон Отсюда Но С учениками Он был Очень Нежен И добр Здесь Ясно Сказано Каких Боят Что Храбрость Везде Подожняется Нет 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 Есть Две Религии Асура Тхарма И Дайва Тхарма Две Религии Есть Шрил Пруппадо Очень часто Говорил Что Войны Они Отправляются На райские Планеты Даже В наше Время Даже В наше Время Если Они Погибают В соответствии С Тхармой Они Могут Преследовать Асурические Цели Но Погибнуть В соответствии С Тхармой Война То есть Превосходящим Противником На собственной Земле Не подло Не стреляя В спину Не убегая Где-то Он убегал А его Пристрелили В спину И вот думать Вот какая Смерть у него Славная Все-таки Он убегал С поля боя Это кстати Его там На поле боя Пришлепнули Нет Говорится Спину показать Врагу Это уже позор Для воина Даже если он сбит с толку Какими-то другими Ценностями Но он Храбр Он достоин Возвышенной славы Возвышенной Смерти Но это война Между дракой И войной Есть большая разница Там убеждение Определенного порядка Играет большую роль Да Один из долга Воина действует А другой Просто там Из-за каких-то амбиций Может в драке Биться Поэтому говорится Что воин Он не поднимает руки Демоны тоже так же Демоны были Очень квалифицированы Они следовали Тхарме воина Поэтому они не поднимали Оружие против женщины Там так раз Даже демоны Не поднимали Поэтому Нарадаму Не прославляет демонов Говоря О великие демоны О славные Там такое Зачем же он Их прославлял бы Если бы они были подлыми Мирская слава Их покрыла В мирском отношении Они были очень славными Поэтому Нарада И шастры Называют их Благородные демоны Благородные демоны